Добрый день, уважаемые друзья! Вы на канале Андрей про безопасность. Сегодня интересная программа. Я предлагаю всем вернуться во времена царствования Ивана Грозного и найти решение некоторых исторических задач. Итак, внимание, поехали! Надо при этом сказать, что в средние века правители различных могучных держав очень любили подчеркнуть свою значимость, приписывая себе большое количество амифических, достославных предков, либо добавляя к своему титулу различные формулировки, которые бы их в глазах того общества приравнивали бы к великим царям. Ну, примеров тут много. Взять, например, средневековая Германия, которая называлась священной римской историей. При этом историки современные добавляют еще речевой оборот германского народа, то есть священная римская империя германского народа. А вот наш царь российский Иван Грозный называл свое царство Израилем. Зачем он это делал? Имел ли он это право? Для начала давайте обратимся к первоисточнику, где идет об этом речь. Это, я предлагаю, кому интересно, прочитать книгу Александра Филюшкина из серии «Жизнь замечательных людей». Называется она «Андрей Курбский». И вот в этой переписке Ивана Грозного и Курбского вот эти все вещи проходят. Итак, давайте обратимся к первоисточнику. Вот, там есть такая интересная глава, посвящена конфликту Курбского с Иваном Грозным, благодаря, собственно, которому князь этот перемещик и вошел в историю. Филюшкин, вслед за историком Юргановым, предложил достаточно оригинальное понимание этого спора. Его истоки и следует искать в учении о новом Израиле, которое в то время было едва ли невлиятельное представление о Москве как третьем в Риме. Интенсивное развитие данной идеологии начинается в конце XV века. В одном из ее создателей можно назвать ростовского епископа Васи Анарыла. В письме к великому князю Ивану Третьему в 1480 году он сравнил Россию с новым Израилем, новым богоизбранным народом, татарского хана с библейским фараоном. Русские должны избавиться от татарского пленения, как некогда евреи избавились от порабощения фараонов в Египте. Тогда подвиги русских правителей сравняться с подвигами царей библейского Израиля. И рус, новый Израиль возвысится над другими народами, станет проводником всего человечества в царство небесное. Судя по всему, и царь и князь вполне разделяли это представление. Поэтому, бросая грозного свои обвинения, Курский писал, зачем царь сильных во Израиле истребил, а тот, в свою очередь, отвечал ему библейскими цитатами о судьбе и царях Израиля. В соответствии с тогдашним мировоззрением появление нового Израиля было высшей конечной точкой мировой истории. Интересна при этом личность самого Ивана Грозного. Сейчас уже мало, кто особо на это обращает внимание, но он был первым из отечественных правителей, кто венчался на царство. Казалось бы, ну какая разница, ты князь или царь. На самом деле, это по тем временам было очень смелое решение для того, чтобы осознать всю значимость перемен. Нужно обратиться к этимологии самого слова «царь». Это искаженное слово «цезарь». Значит, человек, который так себя назвал, претендовал на определенную преемственность отношения по отношению к античному государству. Справедливости ради надо заметить, что хоть Иван Грозный был тем, кто первый назвал себя царем, но вообще в общеславянской истории уже до этого этот титул носили болгарские правители. Иван Грозный имел куда больше прав в виновате подобным образом. Первая причина – это генеалогическая. Бабушкой приходилась византийская принцесса Софья, происходившая из последней византийской династии палеологов. И это в глазах общества давало Ивану Грозному право на то, чтобы считать себя потомком правителя Рима. Дело в том, что даже само слово «Византия» – это такой термин научный, исторический, который уже родился в поздние времена. В то же время люди считали, что страна со столицей в Константинополе – это и есть та самая Римская империя, хоть и растерявшая часть земель на Западе. Потому что Иван Грозный претендовал не только на то, что его предки правили гигантской стороной греков в Малой Азии, но и самим Древним Римом. Конечно, родословно это хорошо, но для того, чтобы иметь такое обоснование, нужно еще какое-то фактическое подтверждение своих прав. И еще в времена ближайших предков Грозного царя Московское княжество очень сильно разрослось и, по сути, поглотило большинство иных удаленных земель. Во времена Ивана Грозного процесс нейтрализации власти продолжил усиливаться, и Русь уже более не была великим княжеством. Она стала сильной и многолюдной. Фактически признав себя царем, Иван Грозный обозначил качественно новое положение своей страны. Он указал на то, что Россия стала империей. И после коронации уже Московия присоединит к себе еще обширные земли по течению Волги, Казанское ханство, а в скором времени под натиском армии русского царя падет и Астрахань. Очень важным идеологическим столбом того времени была концепция Москва-Третий Рим. Это фактически центральный мотив государственной логики. Суть идеи такова. Было два Рима, две преемственные столицы империи. Собственно, итальянский Рим и Константинополь, который, к слову, официально всегда назывался Новым Римом. Но они пали, а вот их логический преемник, город Москва, пасть не должен. Но что еще интересно, с исторической точки зрения, что Иван Грозный настаивал не только, что его страна это Римская империя, но и одновременно с тем, что это Израиль. Тут, конечно, надо сразу подчеркнуть, что речь не велась о том, что Россия должна так расшириться, что географически включить Израиль в себя. Речь здесь опирается на то, что именно в Руси происходили события, описанные в Новом Завете. В данном случае Израиль – это не столько обозначение материального объекта, сколько идея, разумеется, религиозная. С позиции православных христиан Ивана Грозного большая часть земельной планеты отошла от истинной веры. Католики, хотя они тоже верят в Христа, отошли от истинной веры. И только на Руси по-прежнему в полной вере сохранились традиции первых христиан. И коль скоро народ Израиля – это народ Божий, а самые преданные, последовательные, чистые христиане живут на Руси, то, значит, Русь можно смело считать Израилем. И вот переписку, которую я ссылался, с которой можно ознакомиться у Александра Филишкина в книге Андрей Курбский. В этой переписке с Андреем Курбским Иван Грозный постоянно использует такие обороты. И что интересно, что мятежный Курбский не только не удивляется, но даже полностью его разделяет. В частности, сам Курбский пишет царю следующее. «За что царь сильных во Израиле побил и воевод, Богом данных тебе, различным смертям предал?» Читал в Священном Писании, что будет пущен губитель народ человеческий. На это сообщение Грозный ответил в довольно грубой форме, что сильных в Израиле он не перевел, и веренный ему Богом народ здравствует. Ну, и в заключении просто хочется подчеркнуть, что не только Иван Грозный, но и вообще русские правители, первые Романовы, например, очень любили подчеркнуть свое положение за счет довольно-таки искусственно притянутых связей с древним миром. Был такой у нас царь Алексей Михайлович. Так вот, при его царствовании периодически всегда утверждалось, что русские цари происходят, как вы думаете, от кого? От самого Александра Македонского. И это, получается, дает им право на все завоеванные ими земли. То есть, Москва должна править этими землями. Ну, на этом, наверное, все на сегодня. Друзья, оставайтесь на канале, будет много интересного. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за то, что остались на канале, смотрите видео. Бывайте здоровы, живите богато. А я на сегодня с вами прощаюсь. До свидания.